Как уже сообщалось, 15 декабря в Брюсселе состоится встреча президента Азербайджана Эльхама Алиева с премьер-министром Армении Никол Пашиняном. Какие в экспертном сообществе ожидания от этой встречи? Удастся ли Азербайджану и Армении приблизиться к заключению мирного договора? На эти вопросы редакция «Калибер АС» попросила ответить американского политического аналитика Андрея Корыбко, украинского эксперта по вопросам международной безопасности Тараса Жавтенко, исполнительного директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, Украина. Андрей Корыбко полагает, что предстоящие переговоры вероятно будут опираться на прогресс, достигнутый в конце прошлого месяца в Сочи, когда два лидера встретились вместе с президентом России Путиным. Символизм их саммита в Брюсселе заключается в том, что и Алиев и Пашинян хотят показать, что у них нет никаких негативных намерений по отношению к Западу и они хотят продолжать прагматичное взаимодействие с ним. Это важно для них, поскольку за последний год распространились фальшивые новости о том, что они находятся под влиянием России и Турции, соответственно, что теоретически может сделать их антизападными. Это совсем не так. На самом деле Армения находится под недостаточным, так сказать, российским влиянием, поскольку она продолжает препятствовать реализации девятого пункта трехстороннего заявления, заключенного при посредничестве Москвы в ноябре 2020 года и предусматривающего разблокирование региональных транспортных коридоров. Что касается Азербайджана, то он является независимым и доказал, что может сохранять одинаково прекрасные отношения и с Россией, и с Турцией. И Армения, и Азербайджан также хотят еще больше диверсифицировать свою внешнюю политику, включив в нее важный западный компонент, чтобы поддерживать максимальный баланс между ведущими мировыми державами, отметил Корыбка. Тарас Жавтенко считает, что Кремль будет стараться максимально воспользоваться ситуацией для укрепления своих позиций, но не решения проблемы по существу. В нынешней ситуации для оценки перспектив этих переговоров важен более общий контекст. Интерес и роль России в этом конфликте уже ни для кого не является секретом, как и то, что Москва использовала этот конфликт в своих политических интересах. Чтобы еще больше укрепить позиции в регионе и получить возможность продвигать идею своих оборонных союзов на постсоветском пространстве, если не на уровне ОДКБ, то на уровне двусторонних договоренностей, ситуация с Белоруссией сейчас это ярко иллюстрирует. Поэтому, во-первых, не стоит ждать окончательного решения противоречий и создания условий для предотвращения будущих боя столкновений. Во-вторых, Кремль, будучи более погруженным в ситуацию вокруг Украины и Беларуси, будет явно настроен на то, чтобы сохранить текущее положение дел в конфликте между Азербайджаном и Арменией, избегая пока обострения ситуации. И в-третьих, сами по себе переговоры, скорее всего, станут для Москвы еще одним аргументом для усиления своего влияния на своих прокси в регионе, сказал Жавтенко. Игорь Семивалос расценивает сам факт организации переговоров в Брюсселе как положительный шаг, свидетельствующий о возрастающем интересе ЕС к ситуации на Южном Кавказе. Представляется, что период закрытости Европы, вызванный коронавирусной инфекцией, постепенно проходит, и Брюссель готов включаться более активно в формирование политической повестки дня в регионе. Об этом, в частности, свидетельствует активное участие европейских политиков в переговорах в Грузии. Второй важный момент заключается в том, что переговоры состоятся в рамках саммита Восточного партнерства. Это дает возможность посмотреть на двухсторонние отношения через широкую перспективу межрегионального сотрудничества. В целом, пока сложно прогнозировать, что брюссельские переговоры между лидерами Азербайджана и Армении могут привести к ощутимым результатам в виде принятых конкретных решений по ключевым проблемам. Допускаю, что ключевое внимание на саммите будет уделяться гуманитарным аспектам, где основной задачей является создание условий для укрепления доверия между сторонами, сказал Семиволос.